В нашем примере умножение больше половины цифр заменены пустыми квадратиками. Сможем ли мы их заполнить все? Досмотри это видео до конца, чтобы узнать это. Поехали! Приступим к решению. Но для начала, для удобства, давайте пронумеруем все строки. Отлично! Все строки пронумеровал римскими цифрами. И теперь давайте приступать к решению. Попрошу вас заметить, что от строки 3 до строки 5 происходит процесс сложения. Значит, что можно заметить, ну прям сходу? Ну конечно, последняя цифра в третьей строке это 0. Потому что 0 ни с чем не складывается, просто переносится в результат и получается 0. Ну что ж, это было очень легко. Давайте дальше. Теперь давайте посмотрим на пропуск в первой строке, последняя цифра. И происходит процесс умножения. Какая цифра при умножении на 2 дает 0, а при умножении на 3 дает 5. Давайте это распишем, чтобы мы это видели. Вот наши условия. При умножении на 2 число, оканчивающееся на 0, а при умножении на 3, оканчивающееся на 5. Эти два условия выполняются одновременно. Но смотрите, такая ведь цифра только одна. При умножении на 2 заканчивается на 0, при умножении на 3 заканчивается пятерка. Конечно же, это 5. Здесь у нас 10, а здесь у нас 15. 5 умножить на 2 это 10, и 5 умножить на 3 это 15. Нетрудно было. Х равно 5. А что у нас х? Х у нас, помним, последняя цифра в первой строке. Приписываем. Это 5. Хотите, чтобы ваш ребенок стал успешным? Так дайте ему ресурсы, чтобы достичь успеха. Присоединяйтесь к нам и помогите вашему ребенку раскрыть потенциал в математике и английском языке. Скухол. С нами учиться легко. Ну что ж, два пропуска уже заполнены, давайте продолжать в том же духе. Смотрим, что можно еще быстро заполнить. Обратим опять внимание на процесс сложения. 3 сложились с чем и получили 3. Ну конечно, с нулем. Здесь у нас тоже 0. Давайте анализировать дальше. Что домножили на 5 и получили 0. У нас с вами вариант либо 2, либо 4, либо 8. Отлично, какой нам подойдет? Давайте рассмотрим. Если 2, то 2 домножим на 5, будет 10. Но 0, 1 запоминаем. И дальше 2 умножить на 1, это уже больше. Потому что 2 умножить на 1, 2, плюс 1, 3. Сюда не подходит. Дальше. 4. 4 если мы умножим на 5, будет 20. Но нет, нам нужно 0 записать, 2 запомнить, а потом 4 умножить на 1 и сложить с двойкой. То есть опять не подходит. А что же нам тогда подходит? Ну неужели 8? Конечно, ребят, 8. Смотрите. Давайте я ее сразу запишу и скажу почему. 8 умножили на 5, получили 40. 0 записали, 4 запоминаем. Дальше. 8 умножили на 1, получили 8. Та четверка, которую мы запомнили. Складываем. И получается 2 записали, 1 запомнили. То есть здесь у нас 1, который мы запомнили. То есть восьмерка нам идеально подошла. Дальше, продолжая с восьмеркой, что домножили на 8, что в результате первая цифра оказалась тройкой. Такая цифра только одна. И это, конечно, 4. А еще она нам подходит, потому что 4 на 8 32. 1 мы запомнили, будет 33. И 3 мы сюда записываем тоже. Дальше смотрим, что еще можно сделать. А уже здесь у нас совсем просто. У нас известны стали эти цифры. И мы сможем проводить процесс умножения. Давайте это и сделаем. 2 умножаем на 4. Это 8. Этот пропуск тоже заполним. Дальше. Со второй строкой в сложении, ну либо же в нашем случае с четвертой, мы тоже разобрались. Теперь приступаем к пятой. Значит, это число 3. То есть процесс умножения 3 на вот это число в первой строке. 3 умножить на 5, 15. То есть 5 пишем. 1 запоминаем. 3 умножить на 1, 3. Складываем с единицей. Получается четверка. И здесь 3 умножаем на 4. Это будет 12. Двойка уже записана. Осталось приписать 1. Ну и дальше самое простое. Нам необходимо просто сложить. То есть 0 у нас уже готово. 3 плюс 0, 3. Дальше. Здесь 8 плюс 2, 10. Плюс 5, 15. Значит 5 пишем. 1 запоминаем. Ну и здесь 1 плюс 3 и плюс 4 это 8. Тут 3 плюс 2 это 5. И все. Все пропуски мы заполнили. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забудьте поставить лайк и подписаться на этот канал. А также если вам нравятся наши видео. И вы хотите поддержать развитие канала. Вы можете сделать донат через ссылку в описании видео. Это поможет нам создавать еще больше увлекательного контента для вас. Всем спасибо. Всем пока. Пока.